Добрый день, друзья! В нашем цикле тема, может быть, не научная совсем, хотя все наши предыдущие темы были такие, ну уж если не сложные, то такие совершенно конкретно целевые, заточенные под диссертацию, под околонаучные. Да, Ольга Николаевна, точно. Но тем не менее, несмотря на то, что для кого-то, может быть, вообще создастся впечатление, что она такая легкая тема, и, в общем, она, наверное, такой и будет, потому что уже такое лето, и, в общем, наверное, хочется такой легкой темы. Она очень важная. Дело все в том, что если мы с вами вот на этот вопрос не ответим, для себя, по крайней мере, то дойти до результата, наверное, будет реально, безусловно, но однозначно сложнее, чем если мы вооружены какими-то инструментами, приемами и пониманием того, как же это все-таки делать. Давайте посмотрим, что, какие вопросы. Ну, знакомиться уже, я думаю, не стоит. Я пролистну этот слайд, мы уже сегодня прощаться будем, но я для порядка сделала такой слайд. Что сегодня мы с вами на семинаре посмотрим? Мы посмотрим три основные вопроса. Во-первых, когда мы вообще пытаемся куда-то вырваться, попасть в какое-то другое место, переместиться из точки А в точку Б, в какую-то желательную, да, нам надо, во-первых, понять, а почему, то есть что за ситуация, которая у нас сейчас есть, поэтому вот с этим поразбираемся. Второй момент, поговорим о тайм-менеджменте, как эти приемы можно использовать аспиранту-докторанту для организации своей работы, то есть для той деятельности, которая связана с подготовкой диссертаций, автореферата, публикации, чего угодно. То есть, как это встроить, скажем так, в свою другую жизнь, ненаучную. И, ну, естественно, поговорим о тех моментах, не хочу произносить слово проблемах, когда вроде бы и то, и другое, и все вот оно есть, и все оно используется, но почему-то все равно не получается. То есть, в чем там проблема, возможно, и, соответственно, что же с этим стоит сделать. Давайте начнем, тем более сегодня нас мало, чат будет очень хорошо читаемым. Давайте начнем вот с чего. Вот, коль скоро вы сегодня, в период, когда везде сессии, везде такая нагрузка у профессорского преподавательского состава, нашли возможность прийти на нашу встречу, вероятно, в вашей текущей ситуации вас что-то напрягает. Что-то именно связанное либо с планированием, либо с какими-то моментами организационными, то есть в деятельности, да, в своей научной. Мы, конечно, в большей степени говорим о диссертации, хотя это совсем не обязательно про диссертацию. Я не случайно в коротком анонсе на страничке по поводу сегодняшнего вебинара написала, что он вообще-то и не только для тех, кто пишет диссертацию. Но нам с вами надо разобраться, а что у вас, вот что вас привело на сегодняшнюю встречу. То есть основная какая-то проблемка, основная какая-то сложность внутри сегодняшней нашей темы, что вас останавливает вот от такого стремительного движения вперед к цели, к защите и так далее. Давайте в чате, пожалуйста, друзья, поделитесь. Можно кратенько, одним-двумя словами, можно чуть поподробнее, если есть желание конкретизировать. Смелее, пожалуйста, друзья, включайтесь, чтобы наш разговор был, скажем так, предметным, да, чтобы я и на ваши вопросы, и на ваши сложности тоже в рамках сегодняшней нашей встречи ответила. Давайте, кому что мешает? Вот в рамках нашего сегодняшнего занятия катастрофически не хватает времени. Эльвира Константиновна, охота сделать много, а вот так, какие-то страхи, недостаток мотивации. Ольга Николаевна, Оксана Валерьевна, 10 пар в неделю. Ольга Николаевна, Ирина Альбертовна, учебная нагрузка. Еще, друзья, набрасываем в чат, не стесняемся. Я думаю, что все, кто приходят ко мне на встречи, мы уже друг друга знаем за время наших встреч. Уже террасная аудитория примерно одна и та же. Сложно совмещать с текущей работой, написание статей, проектов и так далее, Илья Николаевич. Работа. Смотрите, как здорово, никому семья не мешает, у всех все нормально, то есть мешает только работа. Опыт сочетания работы над диссертацией, воспитания детей, работы по дому. Профессионально здесь очень сложно требовать высочайшей концентрации внимания и сверхконтроля. Оксана Адамовна, вы правы, эта задачка не из простых. Как разделить главное, второстепенное, важно. Страх пустоты после защиты. О, Татьяна Александровна, вы прям смотрите в самую точку. Бывает такое, опустошение после такого длительного пути возможно. Так, как совместить и все успеть? Семья не мешает, махнули рукой. Ясно. Есть разница между прикладным требуемым на работе и следовательским. Так, учебная нагрузка, попытка заработать. Поставлены мешающиеся вводы начальства, семья не мешает уже в прошлом. В основном работа каждый день. Ну, смотрите, то есть из тех, кто у нас сейчас присоединился к нашему общению в чате. Ну, Оксана Адамовна, тут не стоит расстраиваться по поводу этого комментария 4-летней дочки, потому что я думаю, что для 4-летней дочки уже все люди, которые старше 30 лет, они уже немножко такие, немножко старенькие, да? Поэтому нормально все. Максимум, чтобы написать 10. Есть опыт Анны Евгеньевны. Анна Евгеньевна, поговорим об этом. Вопрос, не имеющий правильного ответа, да? Потому что, ну, слишком много факторов, которые нужно учесть до того, как этот вопрос возник, да? И которые в процессе. Ну, поговорим об этом, безусловно. Я поняла. Мне дочь 5 лет приочередной, когда она сказала, мама, вы что-то так сильно обижаете. Ну, вот видите, дети, они непосредственные, они помощники нам в этом смысле, потому что они разряжают вот этот достаточно сложный, напряженный путь, они создают какие-то поводы для радости, расслабления и так далее. Поэтому, да. Понятно. То есть, смотрите, основные наши сложности возникают в том, что есть параллельно работа, на которой, ну, собственно говоря, от нас ждут каких-то трудовых подвигов, а не из серии, чтобы мы пришли там, посидели и порадовались, да? Поэтому, конечно, вот совместить это все достаточно сложно. Давайте чуть более как-то систематизированно поразбираемся с причинами того, что с нами происходит, и, соответственно, в дальнейшем попробуем понять, как с этим всем делом быть. На самом деле, вот вопрос, который связан был, Анна Евгеньевна задала по поводу количества часов, сколько в день нужно посвящать тому, чтобы написать диссертационную работу. Это вопрос, я сказала, что он такой очень субъективный, потому что многое зависит от самого человека. Так вот, то, что представлена ситуация на слайде, тоже зависит от самого человека, потому что каков набор вот этих вот ограничений, которые на вас влияют, работа, семья, диссертация, помимо диссертации у вас могут быть еще какие-то проекты, например, да, не связанные, например, с работой, то, естественно, вообще само это количество дел, которое вы планируете в день, да, сколько у вас вообще общая занятость, это, безусловно, влияет на ваш прогресс, потому что если вы вовлечены во все виды деятельности, то есть вы работаете, у вас есть семья, еще если есть дети, то это вдвойне тяжело, потому что они тоже очень много времени и силы, энергии забирают, они, может, и отдают, но и требуют тоже, да. И когда вам нужно вести деятельность научную, неважно, подготовить статью, а тем более, если вы пишете диссертацию, то вам нужен высокий уровень концентрации, и он не всегда возможен при высокой загруженности с точки зрения дел. То есть вы просто устали, вы просто не можете переключиться, у вас, может быть, нет места, где вы можете уединиться, находясь дома для того, чтобы вы поработали. То есть дела настолько захватывают вот ваше время, что его просто не остается, а совместить как бы одно дело с другим не всегда, возможно, не всегда получается, ну и, собственно говоря, ясно, что при сочетании дел может быть совершенно другой результат, не тот, на который мы с вами настраиваемся. Поэтому, конечно, в самом сложном положении находятся люди, у кого все это присутствует. И поэтому наша задача понять, а как же так сделать, чтобы у нас и в семье вроде бы были довольны, да, и на работе все было нормально, чтобы нас не уволили во время нашего пути, да, еще и успешно защитить диссертацию. Непростая эта затея, но абсолютно возможная. Забегая вперед, буквально в двух словах скажу, что самый лучший вариант, когда мы свои так называемые ограничения, да, стараемся превратить в наши какие-то возможности или в элементы помощи. То есть очень советую вам посмотреть немножко с другой стороны на ситуацию. Если вы сильно загружены детьми, например, там, да, или какими-то хозяйственными заботами, а может быть попробовать сделать так, чтобы какие-то заботы как раз делали дети, или может быть с ними как-то договариваться, да, о том, что у вас должно быть какое-то время. То есть подойти немножко с другой стороны, более творчески к этому процессу. И вообще, как бы, вот при таком обилии дел, когда их реально очень много, не когда просто лень, а когда их реально очень много, здесь даже важна не, ну, могу сказать, не столько, планирование важно, но важно именно вот отношение между людьми, которые рядом с вами. То есть нужно договариваться. Иначе вот не получится, вот кто-то написал, да, нам уже в чате, что уже с семьей нет проблем, потому что, видимо, нет семьи. Поэтому такая ситуация тоже возможна, но желательно бы вот все-таки как-то найти какие-то точки соприкосновения, чтобы сохранить все на своем пути. Второй, вторая проблема, которая очень сильно тормозит процесс, как бы мы начинаем метаться, скажем так, да, то есть мы неэффективно используем свое время, даже если оно у нас есть, и мы его выделяем, это ситуация, при которой у вас есть в голове какое-то представление о том, что такое, например, писать диссертацию. И когда вы, например, поступили в аспирантуру, дошли до момента реальной подготовки диссертации, начинаете ей заниматься, а оказывается, что это вообще несколько другое. И тут в голове мастиковка, да, вот эта картинка первоначальная, которая вам представлялась, и реальность, которая имеет место быть, они настолько отличаются, что это вводит в такое состояние, вот кто-то писал страха, например, да, то есть когда человек в ужасе думает, так, ну, уже ли это вот это, да, я-то думал совсем про другое, а оказывается, что путь-то вот такой. Что здесь в этом случае, если у вас есть такие моменты, что в этом случае целесообразно делать? Ну, вообще есть замечательная фраза по поводу того, что когда мы имеем меньше ожиданий, у нас меньше разочарования. Поэтому прежде всего свои какие-то, ну, я такое слово использую, фантазийные ожидания, то есть, да, вот не старайтесь нарисовать образ. Что касается понять путь, это другое, вот это нужно постараться сделать, понять его, как реально это все работает, как это организовано. А вот нафантазировать его не стоит, да, как-то романтизировать вот этот процесс тоже не стоит. Ну, и опять же, с другой стороны, сильно себя пугать тоже нечем, путь абсолютно преодолимый, неоднократный, не первый человек это сделал, поэтому представлять, что это только для избранных, только для каких-то особо одаренных людей тоже не стоит, потому что это будет вам мешать. Поэтому, когда мы говорим о так называемом тайм-менеджменте, который мы используем, притягиваем в эту сферу, мы должны четко понимать, что он не все наши задачи решает. Почему? Потому что есть еще наша голова, с которой тоже надо что-то делать, и поэтому здесь имеет смысл более реальную, более трезвую оценку у себя формулировать. Еще один очень важный момент, и вот у нас буквально недавно закончился курс, который мы проводили совместно с Директ-Академией технологии о подготовке и успешной диссертации, я вижу среди сегодняшних участников курса, мы говорили, у нас была тема, часть темы, посвященная планированию, о том, как это важно, и о том, как важно не просто спланировать, как говорится, 1, 2, 3, да, свои действия, а спланировать их с учетом приоритетов. То есть что сейчас важно, что сейчас второстепенно, тоже в чате был задан этот вопрос, я чуть позже на него отвечу, в контексте применения тех приемов и меток, о которых мы будем говорить. И иногда возникает такое ощущение, что и так такой трудный путь, и так непростая задача, еще я буду тратить время на планирование. Какой в этом смысл? Друзья, в этом смысл огромный. То есть для того, чтобы, и сегодня мы как раз об этом тоже поговорим, для того, чтобы любой путь состоялся, любой, даже вот, ну, неважно, мы даже, господи, элементарные вещи, ребенок учится в школе, вы ему говорите, распланируй свой день, например, так это он просто туда ходит, и, в общем, долго, и нет какого-то конкретного результата, который надо получить прямо сегодня, прямо завтра, да, вот, и то мы говорим о каком-то планировании. Если же мы говорим о таком длительном, о временозатратном мероприятии, как подготовка диссертации, то без планирования вы будете заниматься этой работой очень долго. Что значит очень долго? Очень много, и вот на вебинары приходят людей, и на курс приходят людей, которые писали диссертацию, например, до этого 5-7 лет, и не написали ее. Поэтому вот понять, что важно, что второстепенно, это принципиальный вопрос, и научить себя, то есть так выстраивать этот процесс, чтобы у вас был ритм определенный, да, то есть чтобы вы не выпадали из этого процесса. Безусловно, работа преподавательская, она подразумевает, во-первых, внезапный то отчет, то там какая-то лекция, занятие дополнительное, еще что-то, то письменные работы надо проверить, то еще что-то. Но мы все-таки с вами, особенно те, кто не первый год работает преподавателями, примерно можем прикинуть, когда у нас нагрузка большая, когда у нас нагрузка меньшая, и за счет этого спланировать остальные виды своей деятельности таким образом, чтобы все-таки в каком-то ритме двигаться. Потому что, когда мы выпадаем, нам для того, чтобы вернуться, нужно намного больше времени, и получается, что два шага вперед, один шаг назад. То есть мы сами себе удлиняем путь, и поэтому вот эта причина, по которой мы разрываемся потом, что вот не делали, не делали, а потом начинаем аврально делать, она тоже очень значима, она тоже многим мешает, ее нужно тоже учитывать. Безумно важная причина – это окружение. Окружение влияет на нас по-разному, то есть на него можно посмотреть как минимум с двух позиций. С одной стороны окружения, мы от окружения ждем понимания, что коллеги, близкие родственники, тем более семья, что они поймут, что вы заняты, что у вас там большая работа или работа, требующая концентрации, или работа, требующая такого интеллектуального напряжения, в которую вы не можете зайти в любой момент. Но, опять же, это происходит не всегда. Почему? Ну представьте, до того момента, пока вы не были погружены в эту работу, вы сами не понимали, что это такое. Ну как мы можем требовать понимания от людей, которые эту работу не пробовали? Они не осознают этого, насколько это такая вот необычная работа, необычный вид деятельности. Поэтому вот прям какого-то такого понимания автоматического, что вы один раз сказали, и вас все сразу поняли. Вот такого понимания я бы ждать не стала. Но мы к этому стараемся стремиться. Что для этого нужно? Начинаем объяснять. Начинаем объяснять коллегам, начинаем объяснять руководству. То есть у нас для этого и есть возможность вербального общения, для того, чтобы мы какие-то вещи проговаривали и о чем-то договаривались. С этим надо работать. Это не всегда легко, но тем не менее. А второй аспект, по поводу которого надо подумать, по поводу этого, этой причины окружения, это передаем ли мы какие-то, даже не полномочия, а виды деятельности кому-нибудь из тех, кто нас окружает. Ну, например, очень частая ситуация бывает, когда человек пишет, например, кандидатскую диссертацию, находится на этапе исследования, и ему нужно обрабатывать цифры или там собирать какие-то данные, или там еще, например, он ищет литературу, допустим, и он привлекает для этого студентов. Вариант? Вариант. Кто-то категорически этого не делает. То есть, вот что вы посмотрите на эту ситуацию, на свое окружение, как на неких помощников. Вот пусть они вас не понимают, но не понимают, не понимают. Может быть, они могут быть вашими помощниками, может быть, с кем-то из них вы можете получить достаточно поговорить и получить достаточно качественную консультацию. Может быть, кто-то вам может помочь в каком-то виде деятельности, например, что-то оформить или что-то посчитать, или сделать подбор литературы. То есть, какие-то небольшие шаги, которые будут продвигать вас, естественно, желательно, чтобы человеку, который будет вам помогать, как минимум, это было интересно, тогда это будет сделано более качественно. Ну и здорово, если у вас будет какой-то совместный результат. Например, если он вам ищет литературу, допустим, студент, ну пусть он на основе этой литературы сделает какое-то сообщение, получит за это оценку. Или пусть он напишет какую-то студенческую статью на конференцию, например. То есть, чтобы человек не делал эту работу зря. В этом случае, когда вы начинаете включать свое окружение в вашу деятельность, это повышает вот их уровень понимания. То есть, когда они погружаются в эту вещь, они понимают, что это достаточно сложно. Если мы говорим про семью, то тут тоже некоторые вещи по поводу делегирования абсолютно возможны. Ну, например, вы можете договориться, если дети уже такие взрослые, подросткового, например, возраста, что вам нужна помощь, и вы ее просите, эту помощь, и прям проговорить, в чем она будет выражаться. Ну, например, ребенок моет посуду, или гуляет с младшим братом, с сестрой, или ходит в магазин. Вместо вас. То есть, мы всегда считаем, что вот так неудобно, вот, что же я там буду ребенка просить, или там мужа, или там еще кого-то, да. Это нормально, когда вы просите помощь, это абсолютно нормально. Делегировать какие-то домашние дела тоже абсолютно нормально. Я все время привожу в качестве примера свою ситуацию, не в смысле, что она такая идеальная, ее нужно привести в качестве примера, а в том смысле, что если бы у меня не было вот этого делегирования, я вообще не знаю, справилась бы с этой работой или не справилась. У меня была ситуация, когда я писала диссертационную работу, у меня был ребенок такого старшего садичного возраста, то есть 5-6 лет, и, соответственно, ребенок, который требовал, ну, все равно внимания какого-то, да, нужно в садик отвезти, привезти, погулять и так далее, и тому подобное. И у нас с точки зрения понимания ребенка в таком возрасте может быть непонятно, что такое сложная работа или еще что-то. У нас была договоренность о том, что я его веду в садик сама, а там забирает его бабушка, дедушка там и так далее, да, они гуляют, и, соответственно, вот в этом у нас происходило делегирование. Кроме того, например, когда я писала диссертацию, я для этого брала научный отпуск и работала просто целыми днями, то есть как рабочий день, отвечая на вопрос, сколько часов надо тратить на подготовку диссертации. Но зависит от того, сколько вы себе поставили время на ее подготовку, да, вот сколько у вас есть этого времени. Когда я получила научный отпуск, вы имеете право на научный отпуск, оплачиваемый, кстати говоря, да, то я работала просто с утра до вечера. И поэтому все хозяйственно-бытовые дела были мною делегированы остальным домашним. Вот. И это было понятно, потому что мне нужно было уложиться в конкретное время. То есть было ясно, что если мне в этом не помочь, одной это сделать нереально, значит, я буду делать это намного дольше. И тогда все будут находиться вот в таком состоянии, в состоянии, ну, не то чтобы подвешенном, ну, вот в каком-то таком неконкретном. Поэтому вы здесь смело окружение свое и с той, и с другой стороны проанализируете, кому что можно делегировать, на чье понимание можно опереться, потому что это очень важно, конечно, когда вы чувствуете какую-то поддержку. Если люди вокруг вас есть, которые совсем вас не понимают, старайтесь минимизировать общение с ними. Особенно те, которые тянут вас вниз, начинают говорить, что у тебя ничего не получится, это там сложно, невозможно и так далее. Просто меньше старайтесь с этими людьми общаться для того, чтобы не поверить в это. Потому что мы имеем такую способность, когда нам раз, два, три, пять, десять сказали, мы начинаем в это просто верить. Бывает ситуация вообще другого плана, когда работ может быть не столько много, может быть, у вас и семьи, например, нет, может быть, вы просто работаете на одной работе, но у вас там грузят и грузят, и грузят, и грузят, и грузят, и грузят, и вы, что называется, из-за себя, из-за того парня, и у вас просто не остаётся не то чтобы времени. То есть вы настолько много заняты, особенно если это интеллектуальный труд, потому что наш труд тоже интеллектуальный. И, соответственно, если у вас интеллектуальный перегруз, даже когда вы свободны, вы освободили, например, себе субботу, воскресенье на то, чтобы поработать, у вас нет ни энергии, ни сил на это. И получается, что вроде бы время-то есть, а толку нет. Поэтому, конечно, здесь, друзья, очень важно, вот, как так помягче сказать, попрощаться с синдромом отличника. То есть вот стараться успеть везде всё, а ещё и сделать это на пятёрку, это путь, ну, не то чтобы в никуда, это путь в стресс, в нездоровье и так далее. То есть вы напишите, естественно, эту диссертацию, какую цену за это придётся заплатить. Поэтому, чтобы избежать вот этого перегруза, несколько вариантов действий, да, мы должны с вами присмотреть. Ну, во-первых, надо понять, как восстанавливаться, что вам конкретно, мы все разные люди, да, что вам подходит для восстановления. Кому-то нужно выспаться, кому-то нужно погулять, кому-то нужно в день отдохнуть, полностью ничего не делать, да. Найдите для себя рецепт, что вас выводит из этого состояния перегруза, если он случился. Как понять, что у вас реальный перегруз? Вы ничего не хотите и вы ничего не можете делать. То есть вы себя заставляете, то есть чем отличается лень от перегруза? То есть у вас нет сил, у вас там включена самомотивация, вы себе говорите, что надо сегодня там и т.д. и т.п. Но вы садитесь и физически не можете это осилить. Вот это означает, что у вас реальный перегруз, естественно, это, тут какой-то менеджмент, он вам не поможет в этом состоянии, то есть здесь нужно просто понять причину. Это с вами происходит или это не ваша причина? Ну и естественно, когда мы говорим о движении вперед и о том, что мы разные, у каждого разные причины, если хотите, можете написать в чат, чтобы мы пообсуждали. Если нет, если вы в чат не пишите, то обязательно сейчас посмотрите на слайд и для себя можете прям зафиксировать, чтобы вот сегодняшняя наша встреча, вот вы пришли на час вебинара. Мы с вами встречаемся, чтобы вы какую-то пользу прям конкретную вынесли. Мы очень мало анализируем себя, свои какие-то проблемы, особенности и т.д. Вот у нас есть сегодня повод себя проанализировать. Какие причины, по вашему мнению, мешают именно вам, вот из этих перечисленных? В каком состоянии вы находитесь? То есть что вам нужно? Людмила Евгеньевна, нашли что? Нашли причину? То есть на что первостепенно, скажем так, вам нужно направить внимание? Потому что когда мы с вами просто вот живем, пишем что-то, да, и мы говорим, у меня нет времени. И посмотрите, я же ведь не случайно в самом начале вебинара задала вопрос, какая основная проблема как бы у вас, да? И большинство написало, что у вас нет времени. А реально может оказаться, что дело-то не в этом. Дело, время не находится. Время есть, но оно не находится. По другим причинам. И поэтому вот эти причины для себя очень важно вот сейчас определить. Ну, те, кто делают в чате, молодцы, я сейчас посмотрю. Те, кто не в чате, тоже молодцы, только, пожалуйста, это сделайте. Первая причина – много дел. Пятая – перегруз, нет энергии. Третья – четвертая. Вот смотрите, третья – четвертая. У нас достаточно нарушения режима и ритма в работе, нет понимания делегирования, нет мотивации. Все, Оксана Валерьевна. Так, хорошо. Первая, четвертая – много дел, нет делегирования. Второе. Вот смотрите, Марсия призналась, да, что вот этот образ есть. На самом деле, друзья, этот образ есть у нас у всех, абсолютно. Только это может быть не превалирующая причина. Она может быть иногда всплывает, особенно когда какая-то конфликтная или неприятная ситуация, что я-то думала будет так, а вот, например, вот так. Ну, конкретный пример вам привожу. У меня есть программа для… Ну, я сопровождаю людей по техническим вопросам при подготовке диссертации, индивидуально консультирую. Вот одна из участников сегодня у меня, с ней была встреча утром. У нас она делится, что у нее прошло первое обсуждение диссертации, и она говорит, вообще такое странное ощущение. Я говорю, а почему оно странное? И она мне начинает рассказывать, как она это себе представляла, как это будет, потому что она с этими людьми, которые там были, уже общалась, ну, просто в обычной жизни. И как это было? И вот эти две картинки не сошлись, и у нее получился вот такое, ну, настройство, стресс и так далее, да. Поэтому это тоже такое бывает. Ужасно писать нехорошую диссертацию. Но писать, конечно, нужно хорошую диссертацию, потому что нехорошую диссертацию не защитить. Как это делать, если есть вопросы, приходите осенью на курс, будем повторять его, да. Вот тоже Екатерина Петровна пишет, нет энергии. Смотрите, друзья, то есть вот когда мы определились, сейчас с причинами, уточнили, скажем так, что мы отошли от того такого поверхностного ощущения, что у нас нет времени, и пришли к более глубокому пониманию, а что же нам мешает, и мы прикрываемся нехваткой времени, вот относительно, пряча за этим, скажем так, реальную причину. Когда мы определили причину, теперь нам нужно понять, что с этим всем делать. То есть какие приемы мы с вами можем использовать для того, чтобы двигаться вперед более эффективно, более рационально и, в общем, с удовольствием. Я все время настаиваю на том, что диссертацию надо писать с удовольствием. Ну, не в смысле надо, а в смысле желательно так выстроить процесс, чтобы он вам удовольствие приносил. Потому что мы учимся несколько лет работая на диссертации, особенно если мы говорим над докторской, то это, конечно, ну, честно говоря, испытание, да, поэтому зачем же так. Давайте посмотрим, какие... Ой, что-то у меня тут съехало при конвертации, презентации. Значит, давайте посмотрим... Педмила Евгеньевна, удовольствие – это уметь видеть результат. Вы знаете, я соглашусь с вами, ну, частично. Почему? Потому что результат, он далеко, то есть он через какое-то время. И вообще, что для вас результат? Результат – написать диссертацию, получить степень или получить похвалу коллег, или что? Да, результат у всех разный. А на самом деле я все-таки советую вам обратить внимание и на процесс тоже. То есть постарайтесь получить удовольствие от процесса. Представьте, это ваша идея, вы ее разрабатываете, вы ее презентуете, вы о ней рассказываете научному сообществу, вы начинаете общаться с новыми людьми, они дополняют что-то, какие-то идеи у вас новые возникают. Это же классно, это интересно. То есть вот когда мы так подходим, допустим, когда докторская, люди говорят, ну, как можно настроиться на вообще на несколько лет вот такой непрерывной работы? Я все время отвечаю очень просто. А вы посмотрите на процесс подготовки диссертации, как на тренинг по саморазвитию. Представляете, сколько разных способностей надо в себе развить, если их нет, или протестировать, есть они или нет, и использовать в этом процессе. Это просто классно. Не надо в этот тренинг платить, вы хотите себе пишите диссертацию и занимаетесь саморазвитием. Так вот, если мы говорим о системе тайм-менеджмента, которую мы можем использовать и целесообразно ее использовать, опять же, ее не все правильно понимают. Некоторые считают, что это такая ситуация, при которой мы стоим секундомером, дозируем свое время. Ну, я упрямую, конечно, ну, вот примерно такое понимание. На самом деле система тайм-менеджмента говорит о следующем, что, во-первых, у нас время – это невосполнимый ресурс. И когда, опять же, мы говорим о подготовке к диссертации, тоже все время хочется сказать, друзья, ваша жизнь в это время не останавливается. То есть вы живете и пишете диссертацию одновременно. Соответственно, надо так умудриться ее написать, чтобы жизнь-то за эти годы не пропустить. Да, и поэтому я и настаиваю на том, чтобы надо это делать с удовольствием, потому что жизнь-то происходит, от нее надо удовольствие получать. Второй тезис, на котором… Екатерина Петровна, такие моменты бывают, когда процессы не в удовольствии. Это тоже такие процессы бывают, это такие качели, да, то нравится, то не нравится. Но желательно, чтобы перевес был в эту сторону. Второй тезис, на котором основана эта система, говорит о том, что вот это время нужно тратить в соответствии со своими личными целями и ценностями. То есть у нас с вами должна быть цель, которая нас греет, мотивирует, которая соответствует нашим ценностям внутренним, да, личностным. И тогда у нас с мотивационными проблемами не будет, с мотивационными какими-то аспектами не будет никаких проблем, потому что сама цель нас будет вести к результату. Ну и, естественно, уже только лишь в дополнение этому мы используем там техники и приемы, технологии, методы, инструменты и так далее, которые помогают нам вот это время потратить так, чтобы оно и удовольствие принесло, и к цели нас привело. Поэтому, конечно, когда мы говорим, я не могу, например, или у меня не получается, или они мне мешают там на работе, или там дети шумят, или еще что-то, то значит, мы недостаточно что-то для себя поняли в этой технике, и, может быть, не все попробовали, что стоит использовать. Что касается основной философии, для того, чтобы понять, опять же, может быть, и желания нет, да, может быть, сейчас вот мы поговорим про цели, да, может быть, непонятно, для чего этот человек делает. То есть, смотрите, система тайм-менеджмента, я вот взяла прямо эту картиночку, она мне очень понравилась, потому что она совершенно на другом уровне показывает суть этого тайм-менеджмента, и как раз, когда мы его применяем для нашего поля, да, то есть, для научного поля, вот понимание этой схемки очень важно, эта схемка, которая представлена в книге Глеба Архангельского, показывает вот эти ступени тайм-менеджмента, эффективность, технология, стратегия, философия. И на самом деле, опять же, у нас есть причины, которые мы сейчас рассмотрели, и мы с вами, помимо этого, стопоримся на какой-то из этих ступеней. Мы сейчас попытаемся с вами разобраться, помимо причин, на какой ступени у нас проблемы. То ли мы технологии не используем, то ли цели у нас нет, то ли там еще что-то, да, то ли мы неэффективны в своем пути. Смотрите, ой, ну что же у меня сегодня с презентацией? Во-первых, она не загрузилась с самого начала, а теперь вот она как-то съехала, все, прошу прощения. Значит, здесь, если мы говорим про первую ступень, то есть когда мы говорим про тайм-менеджмент, сразу же всплывает вот этот вот уровень эффективности. То есть мы пытаемся сразу же ответить на вопрос, как правильно подготовить статью, как организовать свое время, как что-то там результативное сделать, как провести исследование, как работать с литературой. То есть мы задаемся сразу вот этим вопросом и пытаемся найти на него ответ и сразу же применить. И когда мы применяем, потом удивляемся, почему что-то не сработало. А не сработало потому, что мы не были на высшей ступени, на более высокой, мы не задались себе вопросами технологии, да, какие приемы надо использовать. То есть когда мы, например, хотим… Вот есть у нас время. Время мы, например, выделили себе. У нас есть час или день или сколько-то времени. И мы начинаем, понимая, что у нас есть такой промежуток времени, мы что начинаем? Мы начинаем настраиваться, как бы входить в работу. У нас этот процесс занимает много времени, мы отвлекаемся, еще что-то. И вот здесь бы взять и приемы применить, которые из тайм-менеджмента, а мы про них забываем. И получается, что наша эффективность падает, потому что мы более простыми подходами пытаемся решить более сложную задачу. То же самое, когда, понимаете, я все время сравниваю подготовку диссертации с творчеством. Вот не весь путь. Вот как только вы напишите диссертацию, и ваше творчество тут же закончится. Абсолютно. Потом начнутся сплошные регламенты, сроки, другие люди, их мнения и так далее. А вот до того момента, пока вы пишете диссертацию, это классное время творения. Да, вы как творец. Вы что-то придумываете, проверяете, считываете и так далее. И вот когда мы... Бывает такая ситуация, когда какой-то кризис возник, как творческий кризис, ну не приходят вообще идеи в голову. Опять и время есть. И мы понимаем, как это делать, но идей-то нет. Значит, вот эти приемы уже более высокого порядка тоже надо подключать. То есть творчески вот этот свой потенциал его пробуждать надо для того, чтобы эти идеи пошли. Опять же, нужно ли вдохновение? Не всегда нужно вдохновение, потому что вдохновение штука непостоянная, писать диссертацию надо все время. То же самое, когда мы решаем какой-то технический вопрос. Не случайно у нас курс называется «Технология подготовки успешной диссертации». Почему? Потому что у вас может быть абсолютно гениальное исследование, у вас может быть абсолютно классная новизна и так далее. Но все это нужно облечь в вид совершенно конкретной научной работы, которая должна соответствовать совершенно конкретным требованиям и критериям. И если вы это не умеете делать и не умеете делать пошагово, эффективно работать с литературой, писать статьи разного типа, работать с документами, искать информацию, неважно какого плана, нормативные какие-то документы или цифровые данные, или еще что-то, работать с цифрами, работать с текстом, это разнопланово абсолютно. Если у вас нет знания вот этих технологий, приемов, как это делать, то никакой тайм-менеджмент вам не поможет. Ну да, вы спланировали время, распределили его, и вроде понимания того, что надо использовать такие-таки приемы тайм-менеджмента, чистого тайм-менеджмента вот с первой ступени, оказывается, что этого недостаточно, потому что сюда нужно наложить технологии вот этой конкретной работы. То есть вторая ступень уже отвечает нам на более продвинутые вопросы, тут нужны дополнительные знания для того, чтобы вот сюда заскочить, на эту ступень. Когда мы говорим о стратегии, нам надо понимать, а куда мы вообще идем? У многих понимание это тоже немножко неправильное. Во-первых, помимо цели, вообще что такое хорошо поставленная цель, не открою никакой тайны, если скажу, что она должна иметь какой-то срок. Потому что, например, если у меня цель написать диссертацию, ее защитить, это не цель, я, может, всю жизнь ее буду писать. Это хорошо или плохо? Я не могу измерить эту цель. Поэтому, как только мы говорим о стратегии, то есть куда мы должны двигаться, из той точки, в которой мы сейчас находимся. Например, я уже набрала литературу, начитала, и вот что мне дальше делать? Какая у меня следующая цель маленькая, для того, чтобы до глобальной цели дойти? В любом случае, мы должны с вами подключать вопросы сроков. А сколько у вас на это есть времени? Сколько вы себе даете или сколько вам дает научный руководитель? И, исходя из этого, можно использовать разные стратегии. Если у вас времени полно, то это раз, два, три, вот такие варианты. Если у вас времени мало, то у вас, может быть, вообще нет возможности ехать, например, в библиотеку или ехать в архив или там еще что-то. То есть вы должны вот эту стратегию оптимизировать, исходя из тех сроков, которые вы себе устанавливаете. Кроме того, когда я понимаю путь, например, или когда я пошагово понимаю, что мне делать, то же на курсе мы именно пошагово путь рассматриваем. Очень важно понимать, что внутри этого пути тоже есть различные направления. То есть он не из серии вот только так и никак иначе. Можно писать диссертацию, обучаться в аспирантуре, можно не обучаться в аспирантуре. Можно там, опять же, ту же докторскую написать, допустим, с научным консультантом, можно без научного консультанта. То есть вот какие-то вещи, какие-то возможности, можно вот в такой-то совет пойти, который там самостоятельно присуждает учебную степень, а можно в тот, который под отчетин в акт. Разные у вас будут действия, потому что разные требования будут. И поэтому стратегия, когда есть, есть лучшее понимание своего пути, и, соответственно, можно выстроить уже алгоритм работы, что нужно пошагово делать для того, чтобы туда пойти. То есть это еще более высокая ступенечка, которую надо продумать для того, чтобы все эти приемы, которые как бы простые, про которые мы будем говорить, чтобы они сработали. Но еще одна очень важная штука при оценке стратегии, как организована ваша жизнь. То есть, понимаете, это вот, ну вот представьте, что в вашей семье появился ребенок. Вот его не было, и он вдруг появился. Но ведь у вас изменится жизнь внутри семьи. изменятся какие-то обязанности, изменится какой-то режим жизни, например, изменятся, возможно, какие-то цели, да, уже там что-то менее станет важным, что-то будет. Так вот, когда появляется диссертация у вас в жизни, ваша жизнь тоже становится по-другому организована. И если вы ее не подстроили под этот процесс, она все время у вас будет из этой жизни выпадать. У вас все время будет, ну, как бы, желание, ну, когда же у меня будет время сесть и ее писать, чтобы вот мне ничего не мешало. Ответ простой – никогда. То есть, ситуации, когда вам работодатель, там, родственники, семья, друзья, скажут, «Ну, все, садись, пиши диссертацию, у тебя там есть год, мы тебя не трогаем, вообще ничего». Ну, такого не будет, да, это же мы из серии какой-то сказочной ситуации рассматриваем. Даже если у вас будет научный отпуск, он имеет совершенно конкретные сроки, он ограничен, поэтому тоже его нужно эффективно использовать. Поэтому, если ваше, в принципе, жизнь, не только нужно организовать работу с диссертацией, да, а сама жизнь у вас не организована под эту задачу. Опять же, например, на курсе мы говорили вплоть до мебели, вплоть до организации рабочего пространства, да, как это нужно сделать для того, чтобы вам было удобно, эффективно, результативно, качественно работать и двигаться к этой цели. Если вы этого не сделали, никакой тайм-менеджмент, никакие его приемы вам не помогут, потому что это важный момент, это нужно учесть, что у вас появилось что-то новое. Да, Ольга Николаевна, стол к столу, стол к окну или где-то там в центре комнаты. У нас уже часть курса, часть участников курса отписались мне, что сделали перестановку, чему я несказанно рада, что я была... Ну что со слайдами, это просто какой-то ужас. Что я была услышанная, что люди прям применили сходу, прям на курсе. Это здорово. Ну и, конечно, четвертая уже стоит, вот Лейла Шенюльна, как раз одна из участников, очень приятно. Кстати, вы почувствовали разницу? Напишите, пожалуйста, в чат. Четвертая ступень, наиболее, вот, видите, замечательно. Вот, Ольга Николаевна тоже со мной идет. Это отлично. Так что все, кто идут со мной, у всех состоит, нужно вместе. Отлично. Значит, что касается четвертой ступени? Это очень важная ступень. Она такая философская, да? Ну, собственно говоря, если вы на этой ступени не разобрались с вопросами, то вот здесь будут проблемы с мотивацией, потому что вам будет непонятно, зачем так напрягаться-то. Вот, ну, я лучше вот это сделаю, я лучше это время на другое потрачу. Потому что этот вопрос, да, а для чего вообще, вот почему именно такая цель? Зачем мне вообще защищаться? Вот зачем мне защищаться? Вот, живая себе спокойненько, никого не трогала, работала там преподавателем, да, особенно, особенно те, кто докторскую дистанцию пишут. Вот у нас на курсе в этот раз, ну, наверное, треть участников была докторантов, у нас не было такого большого количества докторантов. И понятно, что для них этот вопрос наиболее такой, а зачем мне она? Если я уже кандидат, кто-то завкафедрой, например, или там уже все работает, уже все-все-все. Вот это очень важно для себя, отыскать ваш ответ на этот вопрос. Вам она зачем? Кроме того, вот что из ваших ценностей согласуются? То есть не просто она мне для того, чтобы больше зарабатывать, она мне для того, чтобы стать деканом, или ректором, или провектором. А как это согласуется с вашими ценностями? Что она поможет, эта защита сделать для вас в жизни, вот для какого-то светения, да, в ваших ценностях, чтобы они более ярко начали в вашей жизни реализовываться? Ну и, конечно, мы часто вообще, когда особенно проблема какая-то возникает, задаемся вопросом, а нужен ли мне вообще этот путь? Вот эта защита мне вообще нужна? Зачем она мне? То есть, в принципе, путь или сам процесс, да, потому что ведь некоторые люди, это не секрет, пооткройте интернет, он просто кишит объявлениями на тему, там, напишем диссертацию, напишем статью, и человек платит деньги и пытается таким путем дойти до результата, то есть, у него такой взгляд на это, я не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю, что это есть, да, поэтому наша задача для себя, вот если вас философский уровень, вот, мучает, соответственно, для себя найти эти ответы, они могут быть очень нестандартные, эти ответы, ну, например, когда я себе искала ответ на вопрос, зачем мне докторская диссертация, потому что у меня была защищена кандидатская диссертация задолго до того, как я защитила докторскую, я уже давно к этому моменту была заведующей кафедры, и я не хотела быть никаким деканом, там, или еще куда-то подниматься по карьерной лестнице, мне это было неинтересно, да, и у меня была прекрасная работа, замечательный у нас был филиал, прекрасный коллектив, мне вообще все устраивало, и вот когда возникал вопрос, а действительно зачем, то есть, вот Ревира Константиновна приглашает вас ответить на вопрос ей в чат, да, вот, есть ли, да, вот как коллеги отвечают на этот вопрос, если у вас есть ответы, можете написать, поделиться своим, вот этим вот опытом ответа на этот вопрос. Я для себя ответила на этот вопрос очень просто. Во-первых, для меня это было, ну, не то чтобы вызов, мне было это интересно, мне неохота было это попробовать. Во-вторых, вообще все дело началось с монографии, мне захотелось просто попробовать написать монографию, а потом уж я написала монографию, давай попробуем написать и докторскую. Второй для меня был ответ, да, то есть вы, может быть, сейчас тоже для себя какие-то ответы найдете. Это то, что у доктора меньше часов будет ставка, я смогу работать меньше, соответственно, я смогу больше времени посвящать своему сыну. Для меня, например, это было важно, потому что работу я свою обожала, я сейчас просто не работаю в УЗИ, и, соответственно, мне очень было, я не готова была уйти на 0,1 ставку, на 0,2, то есть для меня это как-то, ну, работаешь, так работай, да. И вот это вот сокращение количества часов официальное мне было, например, очень важно. Ну, для кого-то это деньги, если у вас это влияет на ваш контракт, то тоже вариант, почему нет. Поэтому посмотрите на это, это очень потом поможет вам самому мотивацию выстроить. Вызов себе, да, интересный, как я себе. Для меня диссертация очень интересный процесс. Мотивация усилится в разы, когда получила результат и удалось публиковать научные статьи. Да, вообще любой результат, любая задача, которую вы решаете, если она у вас получается, это очень-очень важно. Поэтому надо к этому стремиться, создавать такие маленькие ситуации успеха. Друзья, буквально еще короткий вопрос для вас, для того, чтобы опять какую-то вот для себя выстроить ситуацию. Значит, причины мы определили, первоначальные, которые вы про себя думали. Потом мы посмотрели причины. Откройте, пожалуйста, на пару минут слайд первая ступень. Давайте сейчас мы вот этот вот, чтобы слайд повисел, чтобы все ответы поняли. Я потом вернусь на слайд про первую ступень. Для себя сейчас поймите, где у вас затор, вот где, на какой ступени, то есть где вам ответ-то надо искать. Вам надо просто приемы, вам нужна технология. Если вам нужны приемы, почитайте учебник по тайм-менеджменту. Мы сегодня, конечно, посмотрим эти приемы. Если вам нужна технология, приходите осенью на курс. Если вам нужна стратегия, ответьте для себя вопросы, куда вы хотите переместиться, каким способом вы туда собираетесь попасть. То есть надо на эту тему подумать. Ну а если у вас философская проблема, то это только вы себе можете помочь. Никакой курс, никакая книжка, ничего вам не может помочь. Нужно просто посидеть и подумать по этому поводу. Можете дать обратную связь в чате, зато всегда в голове. Да, это, конечно, так оно и есть. Самое главное, когда мы пошагово понимаем, опять же, в чем наша проблема, нам проще всегда найти, первую ступень обещала вернуть, нам проще всегда найти момент вот этого вот, точку, от которой мы стартуем и каким способом мы это будем делать. Успели посмотреть этот слайд? Давайте двигаться дальше. Если же мы все-таки решили двигаться вперед, что нам нужно сделать? Прежде всего, естественно, нам нужно понимать свою цель. И как бы это ни банально звучало, потому что кажется, что каждый из вас сейчас, если у вас спросить, написал бы, моя цель защитить диссертацию, такую или другую. Но мы с вами уже говорили, что это не цель. Вот просто защитить диссертацию – это не цель. Цель должна вас греть, мотивировать, быть вам понятной, и она должна иметь какой-то срок. Он может потом сдвинуться. Но, по крайней мере, на что-то вы должны ориентироваться. Поэтому, если у вас этого нет, обязательно в такой формулировке постарайтесь себе вот эту цель сформулировать. Второй момент, если мы движемся вперед, он всенепременный вообще. Очень часто бывает ситуация, когда на вебинарах или на курсах, или на мастер-классах, когда ко мне приходят участники, я, например, о чем-то говорю. И, может быть, даже сегодня часть из вас скажет, «Господи, вы капитан очевидность, вы сегодня рассказываете такие вещи, которые, ну, я вообще…» И, в общем, я ничего нового сегодня не узнал, да, можете сказать вы. Но это я все время задаю очень простой вопрос. То, что мы знаем, это классно. Вопрос простой. А вы это делаете? То есть знать и делать – это вообще разное. Это просто разное. Все знают о том, что полезны там пробежки, прогулки, еще что-то. Кто это делает? Кто из вас проходит 10 тысяч шагов в день, например? Да, или кто там пробегает утром, например? Да, или кто правильно питается? Или кто во время работы следит за нагрузкой на зрение? Да? То есть мы это все знаем, но мы это все не делаем. Поэтому для того, чтобы двигаться вперед и двигаться эффективно, надо прям брать какой-то вот прием. Вот сегодня мы поговорим об этих приемах, прям брать и сразу же его применять. Потому что иначе это все не работает. Ну, знаете и знаете, и толку от этих знаний никакого. И когда мы с вами знаем что-то, очень важно, опять же, расставить приоритеты. Потому что когда мы знаем, например, набор каких-то у нас есть приемов, инструментов, техник, еще чего-то, с чего начать, что главное, что второстепенное, вот это тоже очень важно. Хотя, конечно, делание – это вообще самый главный секрет во всем этом. Еще один важный момент – это установление временных рамок для дел, конкретное планирование. Что это значит? Во-первых, мы планирование по диссертации вводим в ваш ежедневный график. То есть вы так же, как в ежедневнике, пишете там лекции, семинары, какие-то встречи, еще, еще, еще чего-то. Соответственно, вы точно так же в ежедневник пишете все, что вам нужно делать по диссертации. К такому-то сроку вам нужно написать статью, соответственно, за неделю, или там за 10 дней, или за 2, или за месяц, в зависимости от того, какая статья, по каким требованиям. Да, вы расписываете себе, что вы должны делать. Если вы пишете там главу, вы себе точно так же расписываете и записываете это все в ежедневник, или в диктофон, или чем, каким устройством вы пользуетесь для планирования. Это принципиально важно, иначе у вас никакого ни ритма, ни движения вперед не получится. Еще один важнейший момент, который мы вообще редко, когда учитываем, это наши биоритмы. Дело все в том, что мы разные люди, мы в разное время имеем большую активность. И поэтому, допустим, если вы имеете большую активность, большую какую-то творческую энергию, интеллектуальную энергию, например, с утра, когда вы бодры, а у вас единственное время заниматься диссертацией, это вечер, да еще какой-нибудь поздний вечер, типа 10-11 часов. Ну так что, какие подвиги вы можете от себя ждать. Поэтому в этом случае что нужно сделать? Нужно как-то так спланировать день, чтобы на самое активное время хоть какая-то часть вашей работы приходилась. То есть делите тогда работу, которую вы запланировали по диссертации в течение дня, самую сложную делайте в самое активное время, а уже какую-то техническую, например, такую рядовую работу, может быть, монотонную работу делайте в то время, когда она находится. Ну вот есть возможность полчасика вечером поработать, поработайте. Но здесь очень важно, это вплоть до того, что встаньте на полчаса раньше или на час раньше, если у вас утро, это та пора, которая позволяет вам активно поработать. Ну это вообще, конечно, сегодня не презентация, а какой-то ужас. Значит, если мы с вами говорим о том, что мы двигаемся вперед, и наша с вами задача состоит в том, чтобы это движение сделать, вот все четыре, сейчас мы только рассмотрели, шага, их нужно, по сути дела, соединить в один процесс. Когда вы имеете цель, то есть что вам нужно и зачем, вы после этого думаете о том, как и когда вы это собираетесь сделать. То есть вам тогда нужно планирование и технология. Когда вы планирование и технологии используете, да, то есть все, вы в ежедневник записали, вы на курс сходили или сами знаете, что вам делать, да. И в чем тут может быть проблема? В мотивации, это же еще сделать надо. Поэтому мотивация и энергия, мы должны это поддерживать, особенно уровень своей энергии. Почему? Потому что нам нужно делать постоянно. Пусть маленькими шажками, но мы движемся, 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 потому что если мы не делаем этого постоянно, то естественно мы выпадаем абсолютно из темы, из ритма. И опять же, у нас, понимаете, замкнутый круг. Как только вы выпали из этого состояния, у вас нет успеха, у вас нет продвижения, вы начинаете себя съедать этими мыслями, что вот я опять ничего не делаю, вот у меня опять застой простой и так далее. И получается, что какая там самая мотивация? Самосъедание получается, самобичевание происходит. Поэтому здесь, опять же, чтобы эту мотивацию поддерживать, цель правильная должна быть. Вот здесь возникает вот эта закольцованность. Кстати, в диссертации тоже все время говорю о том, что классная выстроенная диссертация, она такая закольцованная, с чего начали к тому и вернулись, и то протянули по всей работе, и она тогда смотрится единым целым. Если мы говорим о том, что мы движемся вперед, и у нас очень большая задача, у нас серьезный проект на годы, на 2, 3, 5, кто какими темпами движется, кто-то и мощи, кто-то и 10 лет пишет, то нам вообще, в принципе, как только вы думаете про эту диссертацию, что вот вы ее собираетесь написать, для многих это воспринимается не то, что как слон, а как какая-то стена непреодолимая, в которую просто головой мы долбимся, и не можем понять, что нам делать с этой ситуацией. Поэтому, если вы находитесь в таком состоянии, когда вам даже страшно вообще подумать о том, как туда двигаться, к этой цели, в обязательном порядке мы с вами должны поделить этот проект на какие-то этапы. сначала я делаю там, я не знаю, придумываю тему еще научного руководителя, потом я начинаю работать, собираю литературу, обрабатываю литературу, потом я, и вот у вас такие кусочки, такие фрагменты на этом пути, они должны возникнуть. И когда вы начинаете делать уже вот этот маленький кусочек, какую-то часть из этого всего пути, то она не такая страшная. Если эта часть тоже длительная, потому что, ну, например, поработайте-ка с литературой, если у вас докторская диссертация, сколько там, ну, 250-300, может быть, больше источников, ничего себе задачка, да, она тоже пугающая кажется, то есть этот объем литературы просто звучит даже страшно, не говоря о том, что его перечитать, пересмотреть и обработать надо. Поэтому, естественно, делим, 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 делим на те задачи, которые не кажутся такими пугающими, и, соответственно, уже для вас посильны, даже с точки зрения восприятия. Вот момент, который связан с раскачиванием, с включением в работу, вот когда вы в режиме, вам это может вообще не понадобиться. А вот когда вы выпали из режима, и вам надо вернуться, то здесь, ну, в тайм-менеджменте, я даже, видите, не использую никаких терминов из тайм-менеджмента для того, чтобы не загружать вас лишний раз, книжек-миллион, можно почитать, я принципы основные, да, приемы вам рассказываю, как они на нашу сферу перекладываются. Есть такой прием в тайм-менеджменте, который называется, господи, метод швейцарского сыра, да, и суть которого сводится к тому, что вы делаете какие-то маленькие задачи сначала выполняете. Так вот, когда мы, например, выпали на месяц со своей темы и начинаем в нее возвращаться, это чуть ли не как будто бы заново. Поэтому нам надо обязательно не сразу забрасывать какой-то себя, задачи очень сложной, а надо начинать с каких-то простых шагов. Просто что-то прочитать, просто что-то поправить, то есть открыть файл и поправить текст, например, уже существующие, или таблички какие-то поправить. Какие бы смешные эти шаги ни казались, пусть как бы не имеющие отношения прямо к работе на диссертации, для того, чтобы вам вернуться, надо сначала вот это сделать. Ну, это равносильно тому, что представьте, вы водили-водили машину, например, целый год, пришла зима, и, допустим, вы зимой машину не водите, вы ее поставили, целая зима прошла, и вам нужно вернуться. Но вам нужно немножечко вспомнить вот эту ситуацию, так и здесь. Кроме того, если у вас был достаточно длительный промежуток времени, особенно если вы останавливались, и это был не то что месяц, а может полгода, год, например, и вы сейчас вернулись к своей работе, в обязательном порядке надо создать себе ситуацию успеха. Вот как у нас написали в чате, написала статью, да, и уверенность какая-то возникла. Напишите статью, сделайте какие-то маленькие расчеты, то есть что-то маленькое сделайте, но чтобы оно обязательно у вас удалось. Это очень мотивирует и помогает быстрее войти в рабочий режим. Тоже так же в тайм-менеджменте есть прием, который называется съешь лягушку, суть которого сводится к тому, что необходимо неприятные какие-то задачи, неприятные работы выполнять сходу, утром, например, да. Но утром, не утром – это вопрос биоритмов, да, для кого-то утро – это вообще непродуктивный период, и тогда ему такую сложную, неприятную задачу надо, может быть, делать вечером. Суть этого метода заключается в очень простом тезисе, который нужно помнить, что ждать вдохновения – это обрекать себя на долгий путь. То есть, если вы будете находиться постоянно в ощущение ожидания, ну, вот сейчас у меня нет вдохновения, оно завтра придет, послезавтра, напишите, но очень долго. Поэтому стараемся вот все-таки продвигаться, несмотря ни на что. И если вдруг вы застряли в том периоде, когда, ну, все не нравится, все раздражает и так далее, все равно едим лягушку. То есть делаем это дело, которое необходимо сделать, несмотря на то, что оно вам не нравится или неприятно. Сделайте себе какой-то подарок, то есть какую-то мотивацию, что если я буду вот там то-то, то-то, то я вот там куплю себе что-то, поеду куда-то, что вас мотивирует, то и придумайте для себя. Еще один очень простой способ, который все мы прекрасно знаем, но мы его точно, 90% людей его не используют, хотя это все нам известно. Вот когда вы работаете на диссертации, я не знаю, конечно, можно совмещать работу там, когда вы переделываете рабочую программу дисциплины, например, можно соединять с какими-то корнофагами, да, но если вы работаете на диссертации, устраните на тот момент, пока вы вовлеклись в этот процесс, все, что вас отвлекает. Закройте все окна, закройте почту. Вот я, например, сейчас веду вебинар, у меня осталось одно открытое окно, у меня открыта почта, и я сейчас с вами разговариваю и вижу, ага, у меня там уже 21 письмо пришло, вы представляете? То есть все, у меня уже включено. Ничего себе, у меня пришло 21 письмо, я смотрела почту там 3 часа назад, это что же там, т, 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 оно закрыто, вкладка закрыта, но то, что я вижу циферку, да, она еще красненькая, эта циферка привлекает внимание, оно меня сразу же отвлекает. Но сейчас я, естественно, переключаюсь на презентацию, я туда, у меня больше взгляд уже не попадет. А если вы работаете, и если что-то не складывается, то мы как бы ищем повод отвлечься, поэтому закрываем. Выключите телефон, выключите там, предупредите, поставьте на беззвучный режим или еще что-то. Уберите все с рабочего стола, то, что может вас отвлекать. Никакие перекусы, ничего, сходите, покушайте, потом работайте. Эффективность вашего времени будет намного выше, если вы это сделаете. Кроме того, я вообще вот такой не сильно большой сторонник прям вот такой примитивного тайм-менеджмента, когда люди говорят, вот у меня все запланировано, я действую по плану. Замечательно, у меня всегда возникает вопрос, а если ты не уложился в план, ну мало ли, ну сбилось у тебя расписание, что ты будешь делать? Я все-таки сторонник такого гибкого планирования, то есть возможности того, что я экономист, и поэтому, вот когда, например, планы развития чего-либо, предприятия, региона, страны создаются, всегда есть какая-то многовариантность, оптимальный вариант, пессимистичный вариант и так далее. Да, может быть, два, три, сколько придумать. Поэтому у меня всегда есть какой-то запасной путь. Вот если я это не сделала, то, то что я перенесу на завтра или я буду сидеть до ночи сегодня. То есть у вас вот это то тоже должно быть продумано. Кроме того, когда вы завершаете работу сегодняшнего дня, обязательно для себя запланируйте не просто время, которое вы в следующий раз потратите, запланируйте, что конкретно вы будете делать. Почему? Потому что если вы это не запланировали, наступает завтрашний день, вы, например, до этого поработали, позанимались какими-то домашними делами и вот пришло время для работы на диссертации. Вы открываете компьютер, из чего вы начинаете, вы же не работать начинаете, вы начинаете вспоминать. Вчера я остановился на этом, думал вот это, что мне сейчас вот это или вот это. То есть у вас какое-то время теряется на вот это воспоминание, на приведение вот этой последовательности вашей работы вчерашней, да, для того, чтобы понять, что делать сегодня. А если это было не вчера, а если это было неделю назад или месяц назад, понятно, что это затянется еще на дольше. Поэтому в обязательном порядке там, где у вас стоит, вот так же, как вы, например, себе пишите лекции, лекции в такой-то группе. Иногда я вижу, что преподаватели себе пишут тему для того, чтобы там, ну, не забыть, вспомнить, может, какие-то материалы дополнительные надо взять. Точно так же и здесь. То есть вы написали себе, когда вы собираетесь позаниматься диссертацией и пишите, что вы собираетесь в это время делать. Поработать с тем-то, пописать то-то и так далее и тому подобное. Ну, мы так устроены, да, что у нас некоторых, мотивация как бы не, ну, она греет, конечно, но когда она сама мотивация, она может быть не такая вдохновляющая, да. И иногда нам нужен некий клуб такой, да, то есть пряник, если не сработал, то вот в качестве кнута может выступать дедлайн. Дедлайн может вам быть установлен научным руководителем или консультантом, либо он может быть установлен искусственно. То есть когда вам руководитель говорит, когда напишешь, тогда принесешь. Это не дедлайн, да, это бесконечность. Но вы можете в ответ на это неконкретное предложение, да, вы можете сказать, если я через две недели принесу, это там нормально будет, да. То есть уточнить, вы как бы сами себе искусственно создали вот эту вот ситуацию необходимости поработать две недели. Еще очень хорошо работает публичный дедлайн. Это когда мы, например, дома или перед коллегами, или перед друзьями говорите, я собираюсь защитить диссертацию к такому-то возрасту, например, да, там, я не знаю, к своему там сорокалетию, например. То есть, представьте, вы уже публично это заявили, и вам теперь как-то становится неудобно, и многих это очень сильно мотивирует. Но я же сказала, надо делать, надо двигаться в этом направлении. Поэтому тоже работающая вещь, конечно, желательно говорить тем людям, перед которым не хочется выглядеть, но не очень. Ну и еще один очень замечательный прием, который во всех, не только в тайм-менеджменте, но и вообще во всех науках и ситуациях действует, нужно научиться отказываться. Отказываться от дополнительной работы, от дополнительного проекта, от какой-то загрузки, которая не обязательно. отказываться от дичайших сроков, например. Вот вам говорят, сделайте к завтрашнему дню, а у вас сегодня запланирована работа, например, по диссертации, и вы ее пренебрегаете, и действуете к завтрашнему дню. А выясняется, что это и не к завтрашнему, а к концу недели надо было, например. Да, вам просто так сказали. Так вот, наша задача научиться вот свои какие-то границы, свои права на работу с диссертацией, тоже отстаивать, потому что, ну опять же, вот какого-то периода прям благости, гармонии, и радостной поддержки со всей стороны окружающих, его, скорее всего, не будет. Поэтому для того, чтобы не случились эти все перегрузы, надо иногда говорить, нет, не могу, не сейчас, давайте я позже, давайте я эту работу там сделаю тогда-то, да, или эта работа там может быть перенесена туда-то. То есть не надо вот прям, ой, а что там скажет этот руководитель, ну пусть он скажет что-то, посмотрите, что он скажет. То есть нормально, чаще всего бывает все нормально, как только вы начинаете договариваться. Ну и естественно, раз уж мы заговорили о том, что тайм-менеджмент помогает, существуют различные техники, их полно, я не ставлю сегодня задачи их перечислить все. Мне очень нравится техника, которая связана с делением вашего рабочего времени на временные отрезки, достаточно короткие. Соответственно, для меня, например, как для очкарика, да, я еще стараюсь эту технику адаптировать под свои особенности. Ну, например, я знаю, что на 21-й минуте возникает спазм в глазной мышце, да, и поэтому я делю время не на 25-минутные отрезки, а на 20-минутные. 20 минут, 5 минут перерыв, 20 минут, 5 минут перерыв, и в эти 5 минут многие задают вопрос, ну, что за такой странный перерыв, 5 минут. Этот перерыв, по большому счету, не на лоббях, это перерыв для того, чтобы вы переключились. Как раз пошли попили, посмотрели на свой телефон, есть ли какие-то звонки, которые требуют срочного ответа, подошли к окну, которое перед вашим окном, да, посмотрели вдаль, поделали какие-то упражнения для глаз, может быть, поделали упражнения для шеи, для спины, для чего угодно, потому что если, вот, например, я целыми днями сидела, писала диссертацию, все затекает, весь организм превращается просто в какой-то вот вообще монолит. И если вы не будете даже какие-то минимальные движения делать, то, конечно, это плохо. Если у вас есть возможность, я не знаю, попрыгать на скакалке, покрутить тренажер, там, велотренажер, сделайте это, потому что любая физическая активность позволяет нам вот как-то отключиться вот от интеллектуальной. Ну и смотрите, сколько вы этих помидорок можете себе позволить в течение дня или в течение, там, может быть, нескольких периодов одного дня, да, и посмотрите, как это работает. Это реально, вот если вы уберете все хронофаги, если вы реально поставите, прям поставьте себе таймер на 20 минут, и 20 минут занимайтесь только этим. Это очень продуктивная техника, она, в принципе, мне, например, помогает. Что касается еще каких-то психологических моментов, не хочу сказать, что это прям вот рабочий, прерабочий эффект, но если он вам, учитывая, что мы разные, поможет, это тоже хорошо, да. Есть такой эффект, который называется эффект дегарник, связанный с тем, что когда мы какое-то действие прерываем, не до конца доделываем, то нам быстрее в него включаемся. Ну, это очень часто используется во время рекламы, какая-то недосказанность, ролик не до конца сделали и так далее. У нас он как бы западает, да. Вот то же самое здесь. То есть вы можете прервать какую-то деятельность свою, для того, чтобы потом к ней было проще вернуться, включиться и воспользоваться этим научным эффектом. Безусловно, вы тоже используете какие-то техники и приемы, и для себя надо понять, а какие техники и приемы я использую, потому что мы этим вопросом вообще не задаемся. Это сейчас не опрос, не из серии, что это в чат нужно написать ответ, да, а для себя понять. А вот, например, даже из перечисленного, я чем-то пользуюсь или нет, может быть, мне что-то взяли на вооружение, то есть это опять такой вопрос, из серии на подумать, для того, чтобы свою ситуацию лучше понимать. Но на самом деле бывают такие случаи, когда вот прям все, что вот я там перечислила, и со всеми причинами вы разобрались, и все ступени вы уже этого осознанного тайм-менеджмента прошли, и приемы вы все принимаете, но не работает, но не могу я вообще ничего делать, меня ничего не спасает. Что в этой ситуации делать? Вообще эта ситуация означает, что вам не надо двигаться, вам нужно расслабиться. Значит, у вас та самая ситуация, при которой никакой тайм-менеджмент, никакая мотивация, никакие крутые пряники не помогут. Поэтому все, что сейчас я буду, там два-три слайда буду говорить, это будет связано с тем или иным видом отдыха. Первое, что нужно сделать, это обязательно понять, что вас наполняет энергией, где вы становитесь бодрым, где вы становитесь полным сил. Для кого-то это значит съездить на дачу, или сходить в лес, или выйти в парк. Для кого-то надо обязательно, там, я не знаю, может быть, позаниматься спортом. Для кого-то надо поиграть с ребенком, кто-то любит готовить. Вот что вас наполняет? Для кого-то надо дыхательную практику, для кого-то медитацию, для кого-то еще что-то. То есть это кто-то книжку хочет почитать, кто-то музыку послушает. То есть вариантов миллион. Вы про себя должны этот вариант представлять, знать и использовать, тогда это будет вас очень сильно продвигать. Почему? Потому что это энергозатратная работа очень. Потому что там что только не вовлечено. И интеллектуальная, и творческая составляющая. То есть это действительно трудная работа. Поэтому планы планируем, но про наполненность не забываем, потому что это принципиально важный момент. Второй момент. Вот то, о чем мы сейчас говорили в технике помидора. Что мы с вами должны обязательно планы строить, но паузы планировать. То есть даже если вы знаете, что у вас есть 6 часов для работы, но при сегодня вы целый день можете рабочий посвятить работе на диссертации. Это вовсе не означает, что вы садитесь сейчас на 6 часов и даже вставать не будете. Ни в коем случае, если вы после 6 часов таких встанете, вы завтра вообще не сможете вернуться к этой теме, потому что у вас будет очень высокий уровень усталости. Поэтому паузы, паузы. Если вы не используете там 20-минутные интервалы, ну хотя бы через час делайте промежуток, для того, чтобы куда-то выйти, отвлечься и так далее. Кроме того, вот точно так же, как вы в ежедневник пишете планы по диссертации, точно так же в ежедневник вы пишете планы на отдых. Вот мне все... Я почему не очень люблю тайм-менеджмент, потому что мы все время планируем планы, мы дела планируем. Когда вы ежедневник человека откроете, это просто угнетающая обстановка возникает в голове, в глазах и везде, потому что сходи туда, сделай то-то, это вот тоже, здесь успей, вот это вот... А где там про удовольствие, про отдых, про еще что-то? У кого-то есть это, и они молодцы большие. Поэтому отдых мы тоже планируем. Опять же, тот вид отдыха, который вам, для вас отдых. Для кого-то шумная компания, там, посидеть в ресторане, это отдых. А кто-то от этого устанет еще больше. Поэтому вы планируете тот вид отдыха, который вам помогает. Ну и, естественно, бывают вообще, что называется, ситуации хронического перегруза, когда ничего из этого даже и энергии не получается наполниться, и паузы не помогают, значит, вам просто нужно вообще отдохнуть. Опять же, сегодня утром, вот у меня была консультация, мы поговорили о сложившейся ситуации, там меняется ситуация, меняется научный руководитель, да, и, соответственно, сейчас такое безвремение, когда что-то делать, ну, нет никакого смысла. И делать имитацию этой деятельности, там, себя насильно заставлять, тоже нет никакого смысла. Я в качестве домашнего задания так и говорю, вот вам это ближайшее время, вы просто отдыхаете, вообще по диссертации ничего не делаете. Поэтому это тоже важно, это тоже важный элемент успеха. И если вам что-то такое длительный выпуск, это не смысл, что вы уехали на два месяца, вот в эту картинку, да, прям хочу в эту картинку попасть. Вот, ну, хотя бы несколько дней, может быть, это неделя, для кого-то, может быть, нужно больше. Поэтому вот этот отдых тоже нужно спланировать. Особенно, друзья, что я вам прям рекомендую настоятелям. Вот если вы находитесь в ситуации, когда вы уже диссертацию дописываете и понимаете, что впереди у вас начинается момент показа, обсуждения, там, и так далее, да, это диссертация, там, эксперт будет ее смотреть и так далее, там точно будет более стрессовый период, чем пока вы ее писали. Поэтому настоятельно рекомендую между вот этими фрагментами, периодами, сделать паузу, взять прям какой-то отпуск, хотя бы на недельку, полностью отключиться, выпасть из темы, и потом с новыми силами в новый этап, как бы, пути вступать. Это очень сильно помогает. Поэтому самое главное из всего вот этого спича, который сегодня я произнесла, мне бы хотелось, чтобы вы запомнили, и как бы, не то, что запомнили, это мы все знаем, а чаще вспоминали об этом, да, чаще вспоминали, что мы с вами находимся в той ситуации, когда у нас диссертация и жизнь накладываются друг на друга. И нельзя пропускать какие-то периоды взросления детей, я не знаю, старость родителей, да, какая-то забота и встреча со своими друзьями и так далее и тому подобное. То есть какие-то фрагменты жизни, они настолько важны, что вот их не надо обесценивать. Жизнь прекрасна, есть диссертация и без нее. И если вы решились на такой амбициозный проект, это действительно амбициозный проект, проект сложный, проект такой серьезный, это классно, это здорово. Но все-таки постарайтесь и найти удовольствие в самом процессе написания диссертации, и не упускайте жизнь, которая происходит. Ведь ее вам никто не даст пережить заново, да, потому что это очень промежуток, это же период годы, да, поэтому это очень-очень важно. И вот эта ценность, она не должна у вас потеряться. Ну и, как всегда, хоть у нас и последний вебинар, я все равно хочу вам дать домашнее задание. Я прошу вас определиться с теми приемами, способами или вообще с теми инструментами, о которых мы сегодня с вами говорили, и начать их применять прямо сегодня. То есть не просто их выбрать, да, вот как вот со столом и мебелью. Вот мы поговорили на вебинаре об этом, да, и объяснила, как там устроить свое рабочее место. И люди вечером пришли домой после работы и перестановку сделали. Вот точно так же я вам советую сегодня, пока это все свежо, вот то, о чем мы говорили, для себя выберите и начинайте это применять, для того, чтобы почувствовать, что ситуация улучшается. Да, вот начните применять, и вы почувствуете, что вы стали более эффективны, потому что у вас добавилась осознанность, мы сегодня покопались немножко в этом, и у вас есть инструменты, которые могут вам помочь. Завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу сказать, что если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы пишите, а пока вы их будете писать, я буквально два слова еще в завершении скажу. Мы заканчиваем, ну, мой цикл вебинаров заканчивается на сегодняшнем вебинаре. Я надеюсь, что у нас в следующем году курсы, вот эти встречи наши будут продолжены, и поэтому приглашаю вас в группу или там постучитесь ко мне в друзья, для того, чтобы мы не потерялись, и, собственно говоря, не только рассылка у вас была от Директ Академии, которую вы не пропустите, но и может быть информация, которую я размещаю на своих страничках. Ну, и, конечно, если у вас остаются вопросы после наших встреч, не стесняйтесь их задать, единственное, завтра я буду не на связи, и посмотрю только в конце, ближе к концу недели. Поэтому, но это не значит, да, что я не отвечу, можете написать без проблем. Я благодарю вас, друзья, что вы присоединились сегодня, что мы столько времени с вами вместе провели. Когда следующий курс подготовки, диссертация? Ну, вот мы еще с Павел Юрьевичем точные даты не обсуждали, но это будет осень точно. Да, то есть это, ну, наверное, это будет не в сентябре, потому что еще аспиранты в сентябре поступают, возможно, это для кого-то будет полезным, да, поэтому, ну, наверное, это будет, так скажем, вторая половина осени. Хотя я, конечно, не знаю, вдруг расписание изменится. Опять же, для этого и стучитесь, друзья, чтобы мы не потерялись. Спасибо, спасибо вам тоже. Спасибо, друзья. Я надеюсь, что информация для вас была полезна. Если хотите, можете дать мне обратную связь в чате, что именно вам больше всего зацепило, легло на душу, что хочется попробовать. Может быть, вы в чем-то нашли какие-то ответы на вопросы для себя, да. Это всегда бывает полезно. И для меня, для того, чтобы я могла сориентироваться по дальнейшим тематикам, что добавить, что убавить. И для вас, потому что, когда отдаешь обратную связь, еще и еще раз погружаешься в этом состоянии. Как приходит тема диссертации или ее подсказывает руководитель? Эльвира Константиновна, здесь по-разному бывает. Конечно, лучше заниматься тем, что вам интересно. На канале Директ Академии есть мой открытый вебинар по поводу как выбрать тему. Вы можете там посмотреть. Мы прям точно так же час, наверное, или полтора говорили об этом вопросе. То есть сейчас за две минуты сложно вам ответить на этот вопрос. Я бы вам советовала брать тему не ту, которую подсказал руководитель, а которая интересна вам. Потому что вам ее писать дорого. Вдруг тема, которую предложит руководитель, не совсем ваша, да, будет, то есть не то, что вам интересно. Хотя всякое бывает. Так, каждый день, делать каждый день как лекции по списанию. Да, делать, делать. Большое спасибо. Было интересно подумать о многих вещах. Отлично. Друзья, благодарю вас. Тогда мы с вами прощаемся до осени, видимо, да, и, соответственно, если вы в это время будете в течение лета работать на диссертации, то вам всевозможных прорывов, идей, творческих и научных успехов, ну и чтобы, конечно, был какой-то результат. Вот. Ну, а если хотите присоединиться к нашему осеннему курсу, можете написать мне на почту. Об этом я вас потом специально проинформирую, чтобы вы не пропустили. На сегодня все. Всего доброго. Удачи.